На днях мировой суд решал дальнейшую судьбу водителя, который за один только день совершил три ДТП и с каждого скрылся. Сотрудники ГИБДД установили нарушителя и доставили его в управление. Начали наносить побои мне на Коминтерна, потом на Петербургском шоссе меня уже капитально вообще... А про третье ДТП я даже не знал, что у меня там ДТП было, я просто не заметил его. Как выяснилось, мужчина не имеет права вождения, а кататься хочется. Нарушителя доставили в московский отдел полиции, где ему стало плохо. Сотрудники ДПС отвезли горе-водителя в больницу. Вердикт медиков «Человек здоров» просто симулирует. Из больницы мужчина пытался убежать, поймали и вновь повезли в отдел полиции. Повторный побег уже из патрульного автомобиля тоже не удался. Мужчину скрутили и доставили до места назначения. Решением суда дебошир несколько дней проведет в изоляции от общества. В субботу утром 11 апреля в подъезде одного из домов в городе Кимры жильцы обнаружили окровавленный труп человека. Личность убитого мужчины установили практически сразу. Он жил в этом доме. 23 апреля ему бы исполнилось 40 лет. Установили и подозреваемого, младший брат убитого. По версии следствия, ночью 11 апреля братья выпивали, затем поссорились. В пылу ссоры вышли из квартиры в подъезд, где младший брат несколько раз ударил старшего ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Следственным отделом по городу Кимры регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. 13 апреля фигуранту предъявлено обвинение. Сегодня же Кимрский городской суд определил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Кстати, сам фигурант сообщил следствию, что не помнит, как убивал брата, настолько рассудок оморочил алкоголь.